Научная десантка ФУ продолжает свое шествие по городам республики. 8 ноября представители Казанского университета развернули образовательный интенсив в Доме дружбы народов города Нурлад, участниками которого стали более 200 школьников, родителей и учителей. У меня как раз 11 класс, выпускники, все они нацелены на поступление, и вот очень много заинтересованных ребят сегодня наших пришлось туда. Все ярко, красочно, я вижу заинтересованные глаза детей, это самое главное. Торжественную часть открыли приветственные слова директора Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета Радифа Замалединова. То, что в последние годы все больше и больше ребят, как из Российской Федерации, так и из других стран выбирают наш университет, это показатель того, что наши программы и востребованные, они интересные, а наши выпускники конкурентоспособные. Мы надеемся на то, что нурлатовцы также сделают правильный выбор. Далее заместитель руководителя исполнительного комитета Нурладского муниципального района по социальным вопросам Лейсанна Фигина поблагодарила руководство КФУ за то, что научный десант Казанского университета приехал в Нурлад и поздравила вуз 215-летия. Когда приезжает такого высокого уровня университеты, КФУ является одним из престижнейших университетов России, наверное, заинтересованность здесь наивысшая, потому что, как глаза горят у сегодня прибывших участников этого десанта, который организовали, он, наверное, неоценим, потому что чувствуется заинтересованность, чувствуется эмоциональность. Завершила торжественную часть выступления Дмитрия Вилина, представителя территориального производственного предприятия «Татритекнефть», которая является одной из крупнейших нефтедобывающих компаний Татарстана. Лекционный материал был представлен такими темами, как «Лайфхаки в туризме» от представителей Института управления экономики и финансов КФУ. Продолжил лекционный ряд темы научно-технические революции вокруг нас, о которых мы почти ничего не знаем. А тому, как художники изображают научные объекты и явления, была посвящена лекция «Художественная визуализация науки». Я думаю, что такие мероприятия очень полезны и очень познавательны для детей. И очень важно, что вы их проводите. Многие дети думают в дальнейшем связать свою жизнь с КФУ. Школьники также приняли активное участие в интерактивах. Ребята погружались в микромир, участвовали в расследовании преступления, писали китайские иероглифы и многое другое. «Могу сказать, что достаточно впечатлен. Мне очень нравится, как работают волонтеры, нравятся практикумы. Я вот как раз-таки попрактиковался в китайском языке непосредственно. Мне очень нравятся мероприятия. Я за эти 20 минут узнал очень много, очень информативно». «Я увидел в микроскопе инфузорию туфельку, рассмотрел микроскоп разные организмы. Нам рассказали про нефть». «Я представляю школьником наш факультет, то есть Институт геологии и нефтегазовых технологий. Конкретно я преподаватель кафедры геологии нефти и газа. Соответственно, я рассказываю про нефть, то есть как она залегает в породах, какими свойствами обладает и всем, чем можно заинтересовать молодой умой». Напоминаем, что просветительская акция продолжится до конца ноября. Валерия Муратова, Мурат Хафизов, Универньюс.